Совсем согласен, просто впервые в жизни, честно говоря, возражаю профессору, не совсем согласен с господином Нетвиным, который говорил о традициях революционной армии. Здесь в чем проблема? Безусловно, революционная российская армия была одной из самых лучших в мире по отношению где-то к 90 странам мира уместно выражение с шапками с антитэм, но давайте не будем забывать, что все-таки в России того времени человек мог окончить начальную школу, поступить в юнкерское училище и стать офицером, проучившись в общей сложности с первого класса 7 лет, в то время как в Германии или во Франции требовалось учиться вдвое больше и не потому, что там люди дурью маялись. То есть уже существовало определенное отставание, а проблемы связаны даже не с этим, а с тем, что я бы назвал проблемой 1921 года, что определило в значительной мере ход боев в 1941 году. Вот существует такой интересный документ, докладная записка Яниса Лилцманиса, тогдашнего начальника разведуправления Красной Армии. В ЦК, где он писал, что зарплаты даже начальников отделов в разведуправлении столь ничтожны, что он просто боится, что в ситуации, когда люди не могут прокормить своих детей, и те голодают. Вот если к такому начальнику отдела подкатится иностранный шпион, не сдаст ли эту тендеру в обмен на деньги. И в этих критических условиях было принято решение, как большинство собравшихся знают, перейти к небольшой профессиональной армии численностью в 700 тысяч человек. Это продолжалось до первой половины 1930-х годов, после чего армия за 700 тысяч человек увеличилась до более 5 миллионов в 1941 году. Вот здесь возникает такой простой вопрос, когда армия за 7 лет увеличивается в 7 раз, то, простите, где вы возьмете офицеров для этой армии? В 1937 году недокомплект, то есть просто пустые вакансии составляли, я напомню, 70 тысяч человек. Это при том, что очень многие офицеры, которые были, занимали явно офицерские должности, не имея никакой серьезной профессиональной подготовки. Вот, может быть, интересна проверка в Белоруссии зимой 1940-1941 года, когда проводили в особом военном округе за полгода до войны проверку в танковых войсках, и выяснилось, что 80% офицеров не только не имеют профессионального образования, как офицеры-танкисты, но и вообще не имеют нормального военного образования, то есть либо они заканчивали какие-то краткосрочные курсы, либо призывались из запаса, закончили гражданские вузы. Ну и понятно, к чему приводил. Это был неизбежно такой уровень подготовки, то есть в донесении той же проверки говорилось о том, что танкисты освоили, значит, такое упражнение, как стрельбу из положения танк стоит на месте, а стрельбе из положения танк в движении даже не приступали. Вот в этих условиях понятно, что готовность к войне можно было назвать достаточно относительной, а та ситуация, которую Герберт Дуэлл сопрепил в начале 20-х годов, как Россия обомкли, и ее невозможно было, вот эту пропасть переступить. За один шаг, наверное, именно это и было главной причиной неудач, когда вот это отсутствие должного профессионализма в сравнении с, безусловно, лучшей армией мира пришлось заменять массовым героизмом и другими факторами. Спасибо. Доброе слово можно добавить? Отлично. Действительно так, и я с вами полностью согласен, конечно, в части военного обучения специалистов военного, да, этому же нам сказали. Если можно, в микрофон. В части, опять-таки, вот то, что порочено было мне, в части, значит, экономической подготовки, организационно-технической, это было сделано действительно все, что возможно, и, опять-таки, доказательство систем обучения технических кадров, в том числе рабочих. Вот тоже эти факты из истории. Брянский машиностроительный техникум, но вот я его кончал, я знаю точно, когда у нас есть документы, что когда Гетри Форд старший, искал лучшую систему подготовки рабочих высокой комплекации, мы сказали, что лучше всего в Советском Союзе, Брянский, и вот пришло специалистов, в железоснов. Это тоже важный момент. То есть точки следа, техники, мы все-таки в внешнем счете не уступали, потому что была установка Сталина, кадры решают все, эти кадры были подготовлены. Инженеры, техники, рабочие. Это точно. А второй момент, конечно, вы правы, что, конечно, значит, это, сказать, в отношении этого, я хочу сказать, что апологетика, ну да, есть ли агритация некоторая, как вот, в царскую стройку, сейчас говорим, что там все было хорошо, вот средства было плохо, далеко там не все было хорошо, и, кстати, в русской армии того времени было почти 50% неграмотных самок. Николай. Александр, вот вы затронули проблему начала 20-х годов. Я бы хотел здесь задать такую интересную тему. Мне кажется, что все-таки мы обсуждаем тоже и роль Прибалтики в событиях Великой Отечественной войны. Все-таки обратите внимание, почему немцы ценили латвических и эстонских легионеров. Они называли их хорошими солдатами. Я не думаю, что это было связано с какими-то большими тактическими, тем более стратегическими способностями латвийских вооруженных сил. Дело в том, что латвийские и эстонские молодые люди в конце 30-х годов были просто лучше накормлены, чем их ровесники, проживавшие в Советском Союзе. Потому что Латвия и Эстония не знали массового голода, который имел место в Советском Союзе во время, в начале 20-х годов, из поколения которых формировался костяк пехотных дивизий 41-го года. То есть человека... Да, извини, мне кажется, причина хобжа на самом деле. Позвольте с вами не согласиться, уважаемый Николай. Дело в том, что в 19-м году абсолютное большинство латышей, даже не крестьян, а вообще латышей, были под врагами. Единственный способ как-то получить образование было отправиться в военное училище, где учили бесплатно. Был очень высок процент по сравнению с численностью латышей. В результате в латвийской армии латышских инфинциров не случайно, что потом уже их хватило и на латвийскую армию, и на то, чтобы занять многие должности в советской армии в 20-е годы. То есть достаточно были люди как раз профессионально подготовлены в большом количестве, и это также повлияло и на качество латышских формирований. Я хочу буквально два слова. Вы все внимательно читали, видимо, воспоминания наших великих маршалов и генерал-полковников, которые все вышли из унтер-офицеров. Жуков в ряде мест своих в разное время говорил о том, чем была слаба Красная армия и чем была сильна царская армия. Он тер-офицером. Это первое. То есть он создавал основу. Когда мы смотрим, допустим, документы атташиатов разных, все выводы, которые были сделаны, и Гитлер, когда ставку делал, почему говорил, что слабость Красной армии в том, что офицерский корпус никакой. Почему? Что они как бы парализованы. В Германии командир полка да командир полка. Командир дивизии это командир дивизии. Командир корпуса это командир корпуса. Что имеется в виду? Он полностью ответственен за ту ситуацию, которую в его корпусе, и никто не вмешивается. То есть он разрабатывал, он дает расположение. И командире дивизии, вот допустим, 75-й нашей дивизии, дивизии, которая с Мозыря была перекинута под Брест, командир дивизии по опыту, Недвигин, по опыту советско-финской войны отдал распоряжение через голову, что было нарушением вопиющим, занять позиции, устраивать их и так далее. Так вот эта слабость наша была замечена, что покуда они не скажут сверху, инициатива долилась на всех уровнях, и это все чувствовалось. Допустим, Кажебрестская крепость. Две дивизии в капкане сидели. Подает командир армии докладную записку Павлову, Павлову пересылает Сталину о том, что необходимо пробить несколько дыр в крепости. Почему? Потому что вывезти даже в мирное время надо до 8 часов войска из крепости. Сегодня у нас сенсация. Алиев, Ганцер такой немец, написали книжки, показывают, что вот неправильно мы давали, сколько попало в плен с Брестской крепости и так далее. Мы давали известные, в том числе и сейчас первый том вышел, Великая Отечественная война, российские историки написали. Они показывают, 6-8 тысяч и так далее. Да, это был капкан. Почему? Потому что война началась, немцы начали стрелять по воротам. Все оказались в этом самом. Гаврилов, это некий начальник гарнизона, которому в любой крепости должен быть, начальник гарнизона должен быть штат, который должен охранять. То есть вот они должны занять те позиции, где им быть. А 6-я и 42-я дивизии должны были стоять совсем в другом месте. Офицеры спали в городе, солдаты в казармах, там проблемы. И такое было практически много. Поэтому одна из причин вот именно то, что отставал самостоятельность уже годы войны, начиная с Курска, только научились по-настоящему танкисты воевать не в нападении, а в обороне. Вот у меня был доктор профессор Филимонов, такой в отделе работал, танкист бывший. Он мне говорит, рации не было под Курском. Я, говорит, вылажу с этого самого, с танка, даю команду. Вот мы выстрелили, за бугорок закопаемся, достаем лопаты и закапываемся. А до этого, а до этого нет, до этого под Лепелем вот контрнаступление, где уничтожили два мехкорпуса, пишут сейчас, поднимаем всячески на это, что самое большое танковое, самое большое бездарное танковое сражение, это было под Лепелем. Прошли 40 километров, бензин кончил, то есть солярка кончилась, самолеты налетели и так далее. И это, я повторяю, Ерменко написал своих, воспоминая, он был тогда замначальника западного округа, то есть этого фронта временно, даже начальником был после снятия Павлова, командующим, вот он написал об этом, а командор был с Москвой. Вот, поэтому, конечно, если мы все, все эти проблемы, но все это перекрывается именно той великой волей, которая была, что стоять, все понимали, что тысяча, сто тысяч, миллион, два миллиона, три миллиона, но позади Россия. Я уже, я уже, я уже хотел вернуть все-таки к теме конференции Прибалтика, нашим родным прибалтийским весям, стало быть 39, 38, 45 годы. Вот тут неоднократно прозвучало у Николая Николаевича дважды, да, намек на то, что в Прибалтике было такое замечательное экономическое положение, во всяком случае, значительно лучше, чем в Советской России, в Советском Союзе. Однако же те же самые спецслужбы, о которых, значит, вы доклад сегодня сделали, замечательный, интересный очень доклад, констатировали в массовом порядке именно в эти годы переход со стороны Эстонии и Латвии в простых жителей на сторону границы. И НКВД буквально пограничники были завалены делами по поводу этих нелегальных переходов. Что происходило на самом деле? Давайте, это очень важный вопрос, потому что вся характеристика действий до 45-го года в Прибалтике, значит, зависит от этого фактора. Речь идет о социально-экономическом положении самой Прибалтики. Вы понимаете, в чем дело? На 1938 год городское население Эстонии на 75% было безработным. Часто замалчивают, к сожалению, опять идеология влияет на сегодняшних политиков. Замалчивается такой факт, что Константин Пякс и, я думаю, Ульманис подписали документы о корпорации республик Советский Союз под давлением важнейшего фактора, назревал социальный взрыв. Народ собирался на маевки в лесах и стреляли уже с наганов. У них это, вы знаете, моя мама, молодая девушка тогда, она подумала медиком, врач, аполитичный совершенно человек, до конца жизни плохо говорила по-русски, рассказывала, что ее родители увезли ее из Сталина, с тремя ее братьями, в Пермский район, на родные хутора, там было 40 гектаров по наследству, построить дом. Знаете почему? А потому, что в Сталине невозможно было прожить. Голод достал. Я хочу перейти к некоторым обобщениям здесь. Мне покойный ныне Арнольд Константинович Мирий, герой Советского Союза, и брат президента Леннарда Мирий, первого президента восстановленного независимого Эстонии, двоюродный брат, рассказал очень интересную историю. Он получил герой Советского Союза в октябре. 22-й территориальный корпус Красной Армии уступил немцам до октября месяца только 100 километров к территории Великих Буках. Что такое было 22-я территориальная корпуса? Это была эстонская армия. Целиком 6 тысяч человек. На октябрь месяц в строю осталось всего 680 человек. Стояли так отчаянно, что, дай Боже, каждой части постоять. А сам Арнольд Константинович носил мундир лейтенанта эстонской армии, только как знаки различия были советские, и смеется и говорит мне, я что-то, будучи уже, конечно, кандидатом исторических наук, в советское время защитил диссертацию, смеется и говорит, я что-то не встречал нигде в истории такого удивительного примера, чтобы армия целиком оккупированной страны вошла в состав армии страны-оккупанта, а потом так отчаянно воевала на стороне оккупационной армии. Что за ерунда такая? В общем, если подводить все-таки к обобщению ситуацию, получилась у нас такая, у нас не такая картина. Я здесь хочу ввести одну норму, приятную социологией. Активная часть населения, политическая активная часть населения составляет обычно примерно 10%, 10, 9, 12%. На стороне Советского Союза воевало примерно 55 тысяч эстонцев. На стороне немецкой армии вместе с насильственной, я подчеркиваю, то есть мобилизации 43-го, 44-го года, это люди рождения 23-й, 24-й, 25-й год, примерно 70 тысяч. Если все это вместе сложить, мы получаем примерно 11-12 тысяч. Теперь население Эстонии – 1,1 млн. это 10 процессов. Да? Но получается очень интересная картина, что эти 10 процентов разделились пополам. На одну примерно. И на другую сторону. Объясняю. Двоюродный брат, ей, матери, был овер-лейтенант в детской армии. Потом он сидел 10 лет в лагерях и не обижался. Сказал, на войне, как на войне я попал. Значит, плен меня, значит, когда сослали, я был на немецкой стороне. И не обижался. Он был потом тренер, воспитавший олимпийского чемпиона Ава Пиккуса по белому спорту. Но он был к тому же. Ну, вот был сыном домовладелицы в городе Тарту. Это моя старая тетка. Четыре дома, которую в 1939-1940 году при национализации отняли. Вы понимаете, что происходит? На самом деле, в Прибалтике происходила с 1941 по 1944 год гражданская война. Это довольно специфическая явление в малых, небольших странах, когда такие гражданские войны происходят в рамках какой-то крупной войны. Вспомните, вот у нас в Эстонии называют войну 1918-1920 года освободительной. Я смеюсь, будучи эстонцем, на чистейшем эстонском языке не спрашиваю. Послушайте, дорогие друзья, против кого или от кого в эстонстве, по вашему видению, эстонская армия освобождала Эстонию? Тогда, когда эстлянская трудовая коммуна была на все 100% в эстонской. И воевали они с двумя коммунистическими полками эстонских красных стрелков и латышских красных стрелков. Кстати говоря, это что за... от кого? Чего освобождать? Так вот, это, конечно же, для нормального историка, исследователя, конечно, носит название гражданской войны. А вот в 1941-1944 году случилось ее продолжение. И социальная основа для этого была. Потому что, вы знаете, что произошло? Произошла полная национализация и промышленности, собственности крупной, и это я испытал, например, собственной семьи. Вот что на самом деле было. Поэтому, когда мы говорим о Прибалтике в 1939-1945 году, мы должны иметь в виду эту очень серьезную специфику. Что касается спецслужба. Предостаточно было агентуры действительно и у внешней разведки Советского Союза. Ну, достаточно назвать такого человека Бирк. Это был министр иностранных дел в Эстонии, посол в Москве и так далее. Тут даже потом уголовное дело полиция в Эстонии на нее заводила и так далее. Почему? Так вот, опять-таки, ситуация была неоднозначная. У нас тут в советское время подавали, что вот, дескать, буржуазная Эстония, вот такая вся вдрызг про-германская. Совсем не так. Правильно было сказано, элита была, кстати, про-английская. И очень серьезное влияние англосаксы имели на, по крайней мере, эти две республики Эстонскую и Латвийскую. И когда говорят, что представители спецслужбы этих стран не очень-то вербовались на российскую, вернее, на советскую спецслужбу, так дело было не в том, что они просто народ сыт был, а дело в том, что представители спецслужбы это всегда элита, это гвардия с соответствующими взглядами и которая живет в очень жестких нормах. Поэтому, как правило, это так называемые патриоты, не просто патриоты, а те люди, которые преданы режиму, их задача такая защищать конкретный режим. Будь это румынская Сигуранция или немецкая Дестапо или советская НКВД или политполиция Эстонии. Так вот, давайте все-таки рассматривать в контексте нашей даты 22 июня вещи с прибалтийским акцентом, а этот акцент очень сильный и он действительно особенный. Спасибо. 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 В начале сентября 41-го года до Ленинградского направления из частей Красной Армии отзывались все военнослужащие приболтеть их национальности и отсылались в головую полосу. Поэтому, собственно говоря, это послужило массовому дезертирству в том числе из 22-го, 24-го территориального строкового корпуса, бывших территориальных, потому что они потом будут переформированы. Я постановлюсь на этом. Дело в том, что это очень серьезная проблема и уже появляется целый ряд высказываний, публикаций о том, что о правильности вот этой политики, которую проводила советским руководством при Балтике. Что было бы, если бы, допустим, литовская армия осталась в том составе, в котором она была до того, как была провозглашена советская власть. Как воевали литовцы? Мы знаем только один пример. Все говорят, что если бы немцы торглись, допустим, в Финляндию, они бы воевали так, как и советскими войсками. Но это опять такое ипотетическое. Как воевала бы Латвия, если бы не было арестов, если бы не было, скажем, по отношению к этим самым, ну, при наличии советских войск, тоже рассуждать. Я знаю одно, что наш земляк Кузнецов, значит, Федор Исидорович, он был командующим Прибалтийским округом, потом фронтом, генерал-лейтенант, без всяких санкций он был переведен, тихонько был создан Центральный фронт, в Гомеле, вот, в июле 41-го года, он возглавил этот фронт, вот, поэтому даже через судьбы вот этих людей, каким-то образом, как, как это представлялось, как это было, вот, поэтому, конечно, порассуждать можем, но, так было, вот, и какие были, допустим, когда к Кавказу подходили, когда начали национальные советские армии с частей изымать этих самых, оставлять только русских, украинцев, белорусов, там, и так далее, то есть, проблема, потому что, как принять решение, когда давало, НКВД давало одни сведения, военные, другое, там, и так далее, то есть, очень сложная была ситуация, но была цель любым путем удержаться, а методы были, конечно, советские, потому что, конечно, для западной Беларуси, для западной Украины, это то, что началось с 1939 года, это была огромная дикость, когда ночью приходили, арестовали а осадников, б владельцев, допустим, у нас город Пинск, там, половина еврейского населения, но обратились, значит, ты, у тебя есть корабль, ну, судно, там, фабрика, магазин, там, и так далее, переводили в директора, кто не соглашался, всех арестовали, банкиры, там, и так далее, введение, вот, национализация, это, мы сегодня считаем, что это правильно было, правильно все было оформлено, не Сталин дал команду, собрали сход, народный сход, попросили принять их сначала в Советский Союз, Западную Беларусь, потом в состав БССР, а дальше что? Единая система должна быть, национализация, денежная система, там, как в армии, чтобы командовал Кузнецов, и, допустим, генерал Литовский, и так далее, представить это трудно было, потому что, думали, что вот уладят, а можно договоряться с немцами, сила там, и так далее, для чего это надо, сегодня нам, латышам, меньше всего, сегодня России надо, какие правильные уроки, делать вот с этих событий, с точки зрения, вдруг где-то что-то будет повторяться. Спасибо. Можно еще несколько слов? Я имею в виду, все, о чем мы сейчас говорим, я бы рассказал дать несколько лет. Многое из того, что мы сейчас обсуждаем, и ситуация в странном балансе, и вот эта неподготовленность с Красной Армией в той или иной степени в морально-психологическом плане, это все достаточно хорошо отражено еще и в источниках личного происхождения. Поверьте, мне много приходится работать с письмами, дневниками, и не только периода войны, но и периода военного периода. Не подвергались такой же большей цензуре письма, так сказать, воину Красной Армии, которая началась в 39-м, в 40-м, в начале 41-го были здесь, в стране Балтии. Они не пишут о том, как замечательно здесь в эпогандах живут, совершенно нет, это во-первых. Но в то же время их очень интересовало общение с местным населением, безусловно, какие-то традиции, какие-то, может быть, первые культурные связи, потому что они впервые попали за границу, во всех смыслах. Но, конечно, многие из них отмечали, что здесь живут, безусловно, лучше, чем, скажем, в Брянской, Курской или Смоленской областях. Что касается, никто из красноармейцев, которые были уже призваны как раз, когда были на всеобщее воинское обязанность, в 39-м, отнюдь не голодал в рядах Красной Ары. Как раз для многих, кто уходил из деревни, это была даже возможность, кто был призван, даже была возможность подкормиться. Это в деревне тысячи могли не доедать, а уж того, кто был призван Красной Арым, и кормили очень хорошо. И тоже все достаточно хорошо отражается в переписке. Потому что всегда все домой писали, как кормят, сколько дают. Нагрузки очень большие, очень тяжелые, безусловные. Учеба, физическая подготовка, не говоря уже о всем остальном, но как кормят, это все замечательно описано. В тех же переписке можно отметить в 39-м, начале 40-го года, да, под, конечно, под влиянием и советской агитацией, под влиянием складывающейся международной обстановки значительная часть советской молодежи, особенно интеллигенции. И стоит обошвать.